Мы находимся на первом в районе спортивном фестивале День дружбы и единения славян. Мы познакомимся с профессионалами, побываем на полевой кухне, мастер-классах, концерте. Какие еще сюрпризы подготовил для нас фестиваль? Скоро узнаем. Ведущие рассказали о целях и программе праздника и представили почетных гостей. Разрешите представить руководитель спортивного центра единоборств «Русский медведь», заместитель руководителя Краснодарской краевой общественной организации «Славянское сотрудничество», основатель системы ближнего боя АССР Григорий Москаленко. Весь фестиваль артиста районного Дома культуры радовали гостей концертом. Открылось мероприятие выступлением детской вокальной группы «Абвагедейка». Моя Россия, моя страна, ты так красива во все времена. Моя Россия, мои друзья, дай Бог нам силы, мы вместе одна семья. Чтобы поднять боевой дух участников перед началом работы площадок, чемпион России, Европы и мира по универсальному бою Сергей Хондошко провел зарядку. Чемпион рассказал о том, что вдохновляет его регулярно тренироваться и дал совет начинающим спортсменам. Вспоминаешь какие-то неописуемые эмоции, которые руку поднимают. Это, честно сказать, ничем не сравнить с этой эмоцией счастья. Ну и мои родные и близкие, семья моя, как они меня поддерживают, как они в меня верят, сколько они трудностей преодолели, чтобы у меня все получилось, чтобы дать мне какие-то возможности. Конечно, мне хочется, чтобы они мной гордились. И когда я слышу после телефона в трубку «Мамины счастливый голос», конечно, меня это мотивирует и заставляет дальше тренироваться и побеждать. Если мы хотим просто быть спортсменом, то достаточно три раза в неделю пропустил, не пропустил тренировку. Но если мы хотим стать чемпионом, а я думаю, все спортсмены, которые приходят в зал, хотят стать самыми лучшими. Для этого надо тренироваться чуть больше, чем все остальные. Поэтому, когда все с тренировки сразу убегают, как только там тренер сказал, все, можно остаться 5-10 минут доработать где-то, в выходные провести не гулянки, а посмотреть какой-нибудь спортивный мотивирующий фильм, ну, всю свою жизнь подстроить под это. Ну и обязательно, даже если вы спортсмен, даже если вы чемпион, учиться, 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 развиваться, потому что мозг – это тоже мышца, которую нужно тренировать, и она тоже поможет нам в спорте, потому что недумающий спортсмен, он чемпионом не станет. По всему стадиону начали работать тематические станции. Средбол, гиревый спорт, русский жим, казачий бой, перетягивание каната – и это лишь малая часть. Вокруг собирались толпы, ребята активно участвовали во всех состязаниях. Профессиональные спортсмены проводили для участников мастер-классы. Руководитель спортивного центра единоборств «Русский медведь» Григорий Москаленко рассказал о своей авторской системе ближнего боя. Система подразумевает собой не только самозащиту против нападения не только одного нападающего, несколько противников против ножа, палки, других подручных средств, но еще подразумевает собой так же, как и оздоровительную систему. То есть это суставная гимнастика, это дыхательная гимнастика, это работа с мячиками на координацию, на скорость, это также и нейрозарядка, это развитие новых нейронных связей, работа с позвоночником. Спортивно-патриотический клуб «Русичи» из Гулькевичского района устроил для всех выставки и мастер-классы. С интересом ребята рассматривали и сравнивали старинное славянское оружие и современную экипировку солдат. Все желающие смогли освоить фланкировку казачьей шашкой, славянским мечом, топором и другими древними видами оружия. О деятельности объединения рассказала старший инструктор Милана Горбенко. Направления работы в клубе у нас очень разные. У нас есть фланкировка, это владение казачьей шашкой, палкой, гасилами, поями, нунчаками, всем вообще, что можно вращать. Другое направление нашего клуба – это спортивный туризм. Мы ходим в походы, учимся работать со снаряжением, с веревками, с многими-многими другими интересными вещами. Также у нас есть направление такое, как рукопашный бой, стрельба, строевая подготовка, общая физическая подготовка. Ну и вообще, в принципе, очень много разных интересных вещей, которые в сумме, даже если кажется, что в современной повседневной жизни не нужны, подворачиваются и помогают навыки на каждом шагу практически. Фестиваль проводится по инициативе председателя Совета молодых депутатов района Максима Ерешко. Депутат рассказал, что вдохновило его организовать такой праздник в нашем районе. У меня друзей много спортсменов и знаменитых, и обычных ребят, которые занимаются. И я увидел ребят в Москве, товарищи, которые с объединения проводили. Боксер такой знаменитый есть. Он проводит в Москве, тоже спортивное такое состязание, праздник. То есть, ты почему бы думал не провести здесь? Поговорил сначала с моими ребятами, с друзьями, спортсменами. Они говорят, мы за, поддержим, приедем, что-нибудь покажем. Переговорил с администрацией, они поддержали. Потому что спорт для меня, я занимаюсь спортом непрофессиональным, любительским спортом. Но, как говорится, плохим моментом дети, они научатся сами. Но если им показывать хороший путь, хороший пример, хорошие жизненные позиции, правильные. Они будут заниматься правильными вещами, не будут бегать по стройкам, лазить. Как говорится, мальчики не будут юбки носить. Поэтому это как бы все такая тонкая работа с молодежью, потому что она должна быть у нас сильная, здоровая. На встрече с молодежью края в Экспограде губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что наше настоящее и будущее зависит от тех, кто сейчас учится, занимается общественно полезным делом, спортом. Вы сами себя делаете. И главное – развить силу духа и трансформировать ее в успех. Так губернатор пожелал молодым людям. И мы выполним этот наказ. Мощно! Отличившиеся в спортивных конкурсах участников наградили медалями. В память об этом событии вручили оригинальные призы. Это был самый масштабный спортивный праздник в нашем районе. Он проверил нашу стойкость и силу духа. Собрал вместе множество профессиональных тренеров и спортсменов. А вы успели на нем побывать?